привет чуваки вот такая вот вечерняя обстановочка сижу на кухне и готов вам рассказать про самые классные игры по моему мнению на nintendo switch на данный момент что нужно купить а чего нужно так сказать отказаться проверено мной на моих ошибках значит будет у нас две стопочки трэш стопочка и стопочка удачная значит ну начнем здесь зельда зельда по моему мнению на данный момент самая крутая самая классная игрушка на nintendo switch покупать абсолютно всем я думаю разочарованным никто не останется мы ее сразу отложим в сторонку и перейдем к марио карта deluxe 8 если вам хоть немножко нравятся гонки и вы любите играть с друзьями это также является абсолютным маска вам скажем так имея средненькую коллекцию на switch в эту игрушку мы проводили с друзьями больше всего времени она очень простая но очень затягивает буквально для того чтобы ознакомиться с механикой хватает минут 15 но потом вас не оттянуть за уши очень крутая соревновательная игра идет в стопочку классная игр значит потом bayonetta 2 ну поскольку со слэшерами на свече как бы выбор невелик но если бы даже был выбор я бы все равно взял bayonetta японский классный юмор отличная графика ну если по крайней мере играть на маленьком экране свеча то графика действительно классно если играете на телевизоре 45 плюс дюймов даже 42 графика конечно будет не очень скажем так плюс этой версии здесь идет сразу в цифре бонусом первая часть и 2 на картридже очень мне она понравилась пришла по душе классная игрушка очень хорошая и пошли игрушки по тактике значит марио и кролики битва за королевство про эту игрушку наслышан был давно посмотрел кучу обзоров и заказал ее одной из первой себе для свеча ну что тут добавить кто любит вечерком сесть по раскинуть мозгами по разглядывать кроликов марио в общем очень хорошая тактическая игра опять же среди тактических игр выбор невелик как в принципе и среди всего так сказать игр вообще на данный момент на свеч не так много но эта игрушка очень хорошая я бы и поставил 9 из 10 это уж точно графическое исполнение музыкальная составляющая все все очень хорошо очень качественно сделано это по-любому заслуживает стопочки хороших игр ну и под завязочку вот у меня такой картридж еще есть это марио одиссей я думаю про эту игру все знают все наслышаны это абсолютный must have в общем то получается что у нас на свече или абсолютный трэш или ас или абсолютный must have ну марио одиссей долго говорить не о чем очень большая очень проработанная очень хорошая игра для свеча брать нужно обязательно режим игры для двух игроков кооперативные также реализован в игре один человек играет за шляпу другой человек за марио ну если так вот со слов кажется что это какой-то дебильный режим не интересный то когда вы играете вдвоем это очень весело еще очень смешно играть за шляпу это просто очень классно так ну и перейдем к четверки игр которые только недавно я заказал вот они сейчас приехали и посмотрим что у нас здесь значит четверку раскрывает doom doom перешел к нам был портирован со старших консолей была порезана графика на этом в принципе и все мультиплеер остался аркадный режим это который был уже добавлен добавлен после релиза в игру тоже перекочевал в эту версию то есть все что было немного попорчено это только графика больше не было затронуто ничего ну по обзорам первая версия без патча была конечно выглядела скажем так не очень хорошо но сейчас вышли патчи игрушку подлатали даже в графическом плане очень добротно doom я прошел уже на playstation 4 но тем не менее все равно взял для свеча в игре такая бойкая динамика очень классный action всегда хочется мне зайти немного подстреливать монстров тем более в дороге тем более где-то на отдыхе это ну классная игра может быть не для всех но для меня это 12 15 из 10 готов не возвращаться классно очень штука затем у нас проверенный хит идет временем который вышел абсолютно на всем и на playstation 4 и на xbox и и на ps вити и даже на android смартфонах и и с синемора и x опять же я думаю за эту игру многие слышали взял ее по одной простой причине в нее можно играть вдвоем а в этом жанре на свеч не так много игр для двоих тем более это в своей в свое время эта игра получила десятки кучу похвал от прессы в общем не долго думая увидел ее по вкусной цене и решил также взять посмотрим что у нас в комплекте как мы видим nintendo не особо как бы комплектуют свои игры здесь вообще не полностью ничего нет просто маленький картридж коробочка ну все же лучше коробочка чем цифра так хотя она займет место на полочке будет радовать своего хозяина и в любой момент можно продать или дать другую игру что тоже неплохо и идем дальше raymond legends definitive edition опять же игра которая вышла абсолютно на везде xbox playstation 4 xbox one x ps4 pro полностью везде она есть на витя есть на мобилках именно по моему legend нет это единственное упущение опять же чем берет версия для switch ну конечно тем что можно играть абсолютно везде поддерживается оператив до четверых человек вот здесь вот написано четыре игрока схемы управления абсолютно разное можно отсоединять джульконы можно подсоединять про контроллер по комплекту здесь идет рекламка рекламка марио и реббитс битва в королевстве но это то что у нас уже есть про то что мы уже поговорили ну и принципе на этом опять же все заметьте игры которые у нас сегодня в подборке они уже проверены временем то есть игры на свитч они вообще стоят по крайней мере у нас в украине это и вообще во всем мире они стоят довольно дорого и рисковать брать какие-то неизвестные тайтлы пробовать я считаю нужно начинать с демо версии или с проверенных хитов я взял проверенные хиты и ни разу не пожалел скажем так ну и кирби стар алиэс это совсем свежий релиз он только-только вот пару дней как зарелизился я скачал изначально демо версию мы угорели вообще очень-очень охренительно угорели с друзьями и и после чего было решение мгновенно принято что как только игрушка появится на физическом носителе я хочу иметь в своей коллекции абсолютно потрясающая классная реализация кооператива поддерживается четыре игрока то же самое схемы управления абсолютно разнообразная какие вам нравятся сюжетный режим в кооперативе режим усложненного сюжета какой-то дополнительный есть в общем игра очень объемная очень проработанная и очень красиво и опять же абсолютно пустая внутри коробочка ну но зато этикетка довольно круто так чуваки а теперь поговорим про игрушки которые мне не понравились на свече начать в цифре я себе взял бомбермен в магазине и shop где он здесь сейчас вот он бомбермен но по заверениям обзорщиков и прессы это должна быть неплохая игрушка ну скажем так по сути она ничем не отличается от старой версии которая была еще на неси на 8-битном единственное что ее отличает это 3d графика но при переходе в 3d игрушка потеряла в динамике и стало менее понятное то есть при обычном 2d сверху виде было понятно где нужно поставить бомбу куда отойти не было никаких отвлекающих моментов при переходе в 3d добавилась какая-то непонятная суета персонажи менее отзывчивый чем в 2d версии ну в общем плюсом из этого всего выступает компания но опять же начав компанию компания кстати проходится в кооперативе что тоже подкупила при покупке этой игры вот история но чуваки какие-то нелепые заставки по минут десять которые пропустить возможно можно по-моему нельзя в общем игрушка чеки их советую по очень низкой цене или лучше вообще и не покупать за такие деньги и покупал за полторы тысячи рублей на распродаже нинтендо это то есть уже минус 60 процентов то есть они хотели за нее получить около четырех тысяч за полную за полную версию не по распродаже я считаю что на этих денег и подавно не стоит вот так она выглядит я думаю вы на ютубе можете в принципе любой ролик геймплей не зайти посмотреть кого она интересует скажем так могли бы больше постараться я считаю она недостаточно проработана за такую за такую сумму денег ну в принципе больше ни с чем плохим есть еще игрушка армс эксклюзив также для свеча я с ней немного поверхностно ознакомился поиграл немного ну скажем так она опять же чисто party игра своих денег как я считаю только для любителей файтинга причем файтинга вне с глубиной большой это такой файт файтинг на вечерок пригласить друзей показать моушен управления то есть вот эти вот джойконы снимаются и вы ними имитируете типа боксерских движений что в общем я считаю тоже эту игрушку можно взять или же по большой распродаже ну или воздержаться от покупки что касается снайпер клипс есть еще такая игра кооперативная она сейчас тоже кстати по распродаже идет игра неплохая скажем так но она очень такая неспешная смешная веселая да но она неспешная такая вот именно на любителей неспешного медленного такого размеренного геймплея про нее ничего плохого сказать не могу очень действительно так проработана классная очень хорошая но покупать ее тоже не стал просто не любитель таких вот игр ну большой чуваки спасибо вам за ваше внимание